Доводы Братья и сестры, целью нашего собрания явилось, так сказать, знакомство с Дмитрием, молодой человек недавно принял ислам в шрицкой форме, вот, и мы сейчас будем выяснять именно как это произошло, какие события на это повлияли, что именно привело его к выбору именно шрицкой, шрицкого верооббеждения, вот, ну, и так далее уже подробности расскажет вам Дмитрий. Брат, представься. Здравствуйте, братья и сестры, мир вам. Меня зовут Дмитрий, я живу в Санкт-Петербурге. И некоторое время я изучал религии и оккультные науки, я искал истину долгое время, и это привело меня к исламу. Первое, что... Поиск истины. Что натолкнуло тебя на, именно, на поиск истины? Ну, у меня в жизни произошло такое событие, у меня умерла мать, несколько лет назад, и после этого я задумался над разными вопросами. Жизненными. В общем, я стал размышлять, и размышления привели меня к религии. Я стал искать истину. То есть, ты, именно после вот этого инцидента, ты начинал, все понятно. А что именно, почему ты меня принесла, почему ты на эту религию? В общем, как я уже сказал, я изучал различные религии. Я был сам православный, у меня было православное воспитание, у меня были православные родители. Ну, мне было интересно, какая религия именно истинная. И я подошел критически к этому вопросу. Обязательно, что та религия, в которой я родился, это истина. Я стал изучать, я начал свое изучение с таких религий, как буддизм, индуизм, цароастризм, естественно, христианство, ислам. Я заметил в этих религиях, таких как Дальневосточный... Ты сначала руководствовался какими-то инструментами разума, да? То есть, у тебя было классное логие на разум, и посредством этого ты как бы поздравил, да? Да. Но ты сначала был православным. Как бы, когда я стал изучать религии, например, буддизм, цароастризм, я стал замечать, что изначально создатель этой религии, он проповедовал единобожие. А потом к его учению начали предавать сотоварищи, как бы, под началом единого Бога стали ставить каких-то еще приобщать божеств, которые ниже его поставок. Но все равно, как бы, я заметил, что так же стало происходить и с христианством. Изначально Иисус, мир ему, принес единобожие людям, но люди стали предавать Всевышнему сотоварищей, сказали, что Иисус, мир ему, Сын Божий, и Бог, и приобщили еще Святой Дух к Аллату. И я читал Библию, ну, стал читать Библию, и заметил, что там очень много стихов, и сам Иисус говорит, что Бог един. Нету множества Богов, нету никакого триединства. То есть у тебя именно сомнения возникли по поводу основного догмата, да? Да, и, в общем, Иисус никогда не говорил, поклоняйтесь мне или молитесь мне. Он сам молился Богу. О чем это говорит? Это говорит мне о том, что Бог един. Иисус, если бы Он был Богом, Он мог бы никому не молиться, Он мог бы просто сделать. Творить чудеса. Он творил чудеса от имени Единого Господа. Затем я заметил такую цитату. Это Исаия 42, 11-17. Там говорится о том, что в Аравийской пустыне, где обитает Кедар, появятся единобожники. Ну, это, если смысл передавать, дословно я не помню сейчас, но смысл такой. И Господь покажет себя, как Исполин, как муж брани, и победит всех многобожников. Как мы знаем, пророк Мухаммад, когда появился, принес ислам, то весь Аравийский полуостров был полностью очищен от многобожников, и там остались только единобожники, только мусульмане, ну и немного христиане с иудеями. Естественно, это никогда не было такого, чтобы иудеи или христиане на Аравийском полуострове какую-то военную экспансию проводили и выиграли бы там над всеми остальными. Язычников убрали именно мусульмане. Затем, одна сестра показала мне, когда я уже засомневался в догматах христианства, в том, что, ну, в основном, в концепции приединенного Бога, я задавался себя вопросом, если Иисус сотворенный, то как Он может быть Богом? Какой смысл Аллаху возвышать кого-то наравне с собой, если Он пишет сам в Ветхом Завете, что Он не изменен, и что Он с кем не поделится своей славой? Я уже тогда, одна сестра, мусульманка, показала мне, она читала библию, она показала мне в книге Исаии, глава 29, чести 11-13, о том, что... Спасибо, брат. И всякое пророчество для вас, то же, что слова в запечатанной книге, которую подают умеющему читать книгу, и говорят, прочитай ее. И тот отвечает, не могу, потому что она запечатана. И передают книгу тому, кто читать не умеет, и говорят, прочитай ее. И тот отвечает, я не умею читать. То есть это событие, то есть вот этот стих, вот этот стих вызвал у тебя некоторую схожесть, да, с исламским предателем? Да, я сразу же вспомнил, прочтя этот стих, я сразу же вспомнил, так как я уже изучал какое-то время ислам, до этого, я вспомнил историю о том, как к Мухаммаду стали нисходить откровения. К нему пришел архангел Джабраил и сказал ему, читай. Он сказал, я не умею читать. Так повторялось три раза. На третий раз архангел Джабраил сказал ему, читай во имя Господа твоего, который сотворил тебя из густка, «А Господь той щедрейший». И с этого началась пророческая миссия Мухаммада. Вспомнив это, я уже не мог оставаться христианином. Я пообещал этой сестре принять ислам, так как больше не оставалось никаких сомнений. Естественно, были же и другие аргументы, и другие сомнения относительно христианства. В Библии я увидел множество противоречий, когда я ее читал. Естественно, были и другие аргументы. Сейчас об этом можно очень долго говорить. Исторические, хрономитские какие-то, нестыковки и так далее. Да, естественно, в истории даже христианства я заметил, что очень много было изменений в 325 году, в Литейском соборе. И почему-то церковь решила, приняла как канон, как догмат, что Иисус – это Сын Божий. До этого не было такого, что пророк Исаак, мир Ему. Его до этого только считали пророком. Не было такого, что Он – Бог. Про Томуш, рассказать нам о восточных верхах. Он, что ты меня изучал. Почему ты отбросил индуизм, что еще там, кришновиты, зороастризм. Когда я изучал буддизм, я заметил, что такое буддизм. Это учение отшельника Будды Шакьямуни, который в 532 году до нашей эры осознал, что он живет грешной жизнью и стал жить аскетично. Он – это просто… Я не считаю его никаким пророком. Я считаю, что он просто среди благобожников он логически понял, что Бог един. И он, в общем-то, учил тоже единобожию. Но в определенный момент, когда царь в Тибете заинтересовался буддизмом, он позвал одного гуру. И у него стояла задача объединить все племена тибетцев. Тогда гуру взял культовых богов разных тибетских племен и объединил их под началом Брахмы, единого бога, которому поклонялись буддисты. И таков есть современный буддизм. Он таким и остался. То есть под началом одного бога там взято множество других божеств. То есть халапу приобщили к других божествам. В индуизме там очень много богов. Как сказать? Там тоже, во-первых, там бог Брахма считается смертным. Это мне нравится. Там есть идея цикличности, что каждый раз появляется новый бог, а старый умирает. Каждый из сто лет Брахма. И там есть множество богов. Это как бы не очень логично. Вообще полиэтуизм это не логично. В чем? Потому что если есть много богов, то между ними возникает противоречие. Собственно, многие языческие религии и показывают это у греков боги-свергли титанов. И вот по всех такие вещи есть. И естественно, если бы возникали противоречия, то и все сотворенное было бы противоречиво. Но я вижу наш мир вокруг. Я вижу, как создан человек, его устройство и устройство вселенной, насколько это возможно видеть. И оно идеально, гармонично, оно не противоречиво. А в условиях, когда есть множество богов, тогда бы возникали противоречия. А поскольку бог един, только когда один бог, все может быть гармонично. Поскольку один бог, он гармоничен. Так, брат, то есть ты нашел своим вот этим рассуждением соответствие исламской делу. В исламе, ислам это единственная религия, которая... А чем тебя именно привлекает? Ислам, чем он тебя привлекает? Это единственная религия, которая говорит о том, что бог един. Во всех остальных религиях к богу приобщаются сотоварищи. Ну и как я уже сказал, были вот другие аргументы, которые меня привели именно к исламу. То есть ты нашел, что именно такое понимание единобожия является наиболее правильным, наиболее верным, да? Да. Еще как бы одно, что привлекло меня в исламе, это основное положение ислама, шахада, ля-иляха иллах, мухаммадун, расулюллах, то, что говорит каждый принимающий ислам, и то, что каждый мусульманин говорит по несколько раз в день, на время намаза, то есть шахада, нет бога, кроме Аллаха и Мухаммад, его раба послания, отрицает как бы уже сразу других богов. То есть явно понятно, что это единобожие, четко, в отличие от других людей. А именно, что тебя сподвижило именно принять шиинский ислам? То есть ислам шиинский, да? Я изучал различные ветви ислама, такие как суфизм, сунизм, салифизм. И я слушал то, что говорят суниты о шиитах, и мне показалось это крайне нелогичным. То, что говорят о повелителе правоверных Али, да пребудет с ним мир, они говорят так, Али самый знающий, Али самый благочестивый. Но тем не менее. Пророк говорит, я город знаний Али, врата в нее. Хадис достоверный. Некоторые поздние люди попытались сказать, что хадис слабый, но составлено опровержение им, подтверждая достоверность хадиса. Шейх Мухадис Абдулла ибн Сиддик Аль-Гимари Рахимаулла составил об этом книгу. Также шейх наших шейхов Мухадис Хабиб Али Мухаммад ибн Яхья Рахимаулла написал главу, в которой установил достоверность этого хадиса. Я город знаний, Али врата в нее. Поэтому вход в знания через нашего господина Али. Он был самым знающим из подвижников. Наш господин Умар, когда возникала проблема, в каком-либо вопросе задавал вопрос господину Али. Они говорят про тех, что сунитские шейхи говорят про тех, кто следует тому, чему учил Али. То есть это же было его мнение, что он должен править халифатом. В книге «Путь Красноречия», где собраны все речи Али и добудет мир с ним, там в кубке номер 3 говорится о том, что ну Али говорит о том, что он должен был править халифатом после смерти пророка Мухаммада. Но суниты отрицают это и говорят, что те, кто следует вот этому мнению, те, кто придерживаются мнения, что Али должен был быть первым халифом, те неверные. Но как может быть так, что благочестивый человек, которого они уважают, говорит, что он должен был быть халифом, а те, кто следует за этим неверные. То есть тот, кто это говорит благочестивый, а те, кто следует за этим неверные. Это крайне нелогично. То есть критерий И выбора, тебе показалось, это и есть на самом деле, что критерий выбора, то есть они говорят, что Аббагар, первый халиф, был самым наибольчим, самым боговоязненным и так далее. Поэтому он стал первым халифом. Но по халифам, ты выяснил, что все не так, все наоборот, что именно Имам Али, мир ему подходит на эту должность больше всего. Да, при этом я слушал то, что говорят суниты. Я вообще не слышал мнение шиитов только как с их слов. И меня как бы отталкивало от шиитов. То, что вот я набираю, допустим, шиитов и сразу выдают вот эти фотографии, где шииты бьют себя по голове ножами, цепями по спине. Но, субханаллах, у меня был знакомый шиит, которому я мог задавать вопросы. И я задал ему вопрос, правда ли шииты бьют себя по голове ножами. И когда я узнал, что на самом деле имамиты и шафариты не делают этого, это делает сектор-ширазистов, а суниты, как бы выкладывая в интернет в статьях про шиитов, так абсолютно во всех статьях и во всех видеозаписях про шиитов, везде выкладываются именно вот эти вот вещи осудительные, которых на самом деле шииты не делают. И когда я это узнал, я стал уже интересоваться мнением обоих сторон, чтобы объективно рассмотреть с обоих сторон мнение относительно спорных событий. И тогда я стал понимать, например, ну что шилизм это истина, я уже понял после этого, когда я рассмотрел, например, то, что суниты говорят о роде пророка. Они даже в конце намаза говорят о Аллаху, благослови Мухаммада и его род, но только на арабском. Но сами, тем не менее, уважают тех людей, от которых этот род страдал. Имама Али, ну как бы имам Хасан, Хосейн умерли именно от рук этих людей, которых уважают суниты. И вообще все, большинство имамов умерли именно от тех людей, которых уважают суниты. И еще нелогично в сунитском учении, что они уважают абсолютно всех сахабов пророка. А как такое может быть, если между сахабами были противоречия, они воевали между собой после смерти пророка и убивали друг друга. Но в рай, по их логике, попали все и благочестивы все и правы все. Как это так может быть? Ты имеешь в виду, что если, допустим, по дальнейшему периоду, аятами, Господь Бог, Аллах, обещал тем, как Господь Господь, выступил, аятами, рай, то есть если они будут благочестивы, то он рай. То есть ты имеешь в виду, что это не исключает возможности в будущем свернуться к этим. Имеется в виду красота, не исключено, что в будущем в будущем. Естественно. И тем более был такой хадис от посланника Аллаха, среди моих сподвижников есть 12 лицемеров. Естественно, что раз есть 12 лицемеров, то уже не все сподвижники пророка являются благочестивыми и не все попадут в рай. Вот так. Так. Ну, и на этом как-то. Алхамдуллилля. И поздравляю тебя, брат, с выбором наилучшего из наилучшей из религии, лучшего течения. Вот. Так что, брат, тоже.